Матфей пишется, если у вас будет вера с горчичное зерно, то скажите, горе сей передвинется, она передвинется. Вот это понимать, как понимать, буквально, ну и духовно, конечно, и буквально, как ответить вопрошающим? А вот она, бабушка это знала, у ней от этой горы тень заслонела, на огороде просто всё время солнышко не попадает. Она помолилась, а утром шторку потихоньку открыла, а я так и знала, никуда она не денется. Это говорится о трудностях, которые, как горы, эльбрусы на пути у нас сброшенные. И когда ты молишься, или болезнь, вот вы Александра Ивановича Солженицына-то знаете, когда он освободился, но ещё в Москву он не мог заезжать. И в это время у него признали рак, в последней степени. Не только последний, а путано всё. Но его вытащили в коридор, и за ним уже не глядят. А врачи, когда пришли, стали смотреть, у него даже малых признаков нету. И всё это осталось тайной. Гора сдвинулась. Ты попросишь. Другое, самая большая гора ненависти была, самая высокая, это советская власть. Её даже самые лучшие люди не могли понять, и что она делала. Гора. Я всё время молился об этом. Молился, Господи. Я её узнаю и с той стороны, и с ГУЛАГа. Сколько пришлось претерпеть, как меня накачивали, подвешивали. Всякое было. И никто не верил в это. И вдруг два человека. Всего только два. Вот Солженицын, это он взял, и Горбачёв. Горбачёв это перестройка, и Солженицын, Архипелаг, ГУЛАГ. Это сдвинуло гору с места, и империя зла, империя лжи, империя проклятия рухнула. И больше её никогда не будет. Вот я молил, я спрашивал людей, кого-то, чтобы я встретился, поговорил. Кто молился об этой горе? Ну, Гитлер подошёл к Москве. Вся Европа на Гитлера работает. И вдруг всё повернулось, и как будто никогда не было. Вот в этом плане я молился и просил, делая на печник. Печь 30 рублей, а с котлом 35. Я иногда выкладывал две пищи, то есть у меня выработка была по 300%. И я с бабушек деньги не брал, а говорил, вы разменяйте на рубли, и возле церкви всем раздавайте нищим, чтобы они молились, чтобы Александр вернулся домой. Ну, больше я не говорил, никто не знает, кто Александр, сын у меня пропал или кто. Я молился об Александре Исаевиче Солженицыне, чтобы он вернулся домой. И он вернулся. Людей просто вернулся, а для меня по молитве. Просто советская власть кончилась, а для меня по молитве. Я молился и молился из года в год. Вот ответ, дорогая сестра. Я на практике испытал. Господь это сделал. Вот сейчас там ничего нельзя сделать, что в правительстве делается. И вдруг Владимир Владимирович Путин находит человека, Беловуцев, Андрей Ремович. Я его только один раз увидел, один раз послушал, я сразу воспринял его. И сразу написал ему. И всех оповестил. Где я бываю там в Министерстве юстиции. То есть очень важные органы. Я там что-то делаю, а потом призываю всех на молитву. На молитву. Там губернатор и кто, для меня разницы нет. Давайте помолимся. Ему угрожает большая опасность. После этого на него было уже четыре покушения. Отравить хотели. И как? Господь спас. А как вы узнали? Я ничего не знал. Это благодать Божия делает так. Я ночью, каждую ночь, обычно, ну, дождя нет, когда выхожу. Вот здесь, в Потеряевке. Я выхожу на улицу ночью. Звезды. Луна. Многие звезды не рассмотришь-то. И я молюсь о деревне, о Потеряевке. О том, что у нас Никита взят туда. Очень хороший человек. Сын Исааки. Это одна мать. Тут вот она здесь, Ирина. Ирина Устинова. Я молюсь о них. И молюсь о правителях мира. Но сердце особенно рвется заступиться за него. И обнаружили, кто это хотел делать. Это депутаты разных политических оснований. Коммунисты, ЛДПР и другие. Они желают его убить. А он уже еще помог ему. Теперь помогает писатель один. Он писатель и режиссер. И вы знаете, о ком я говорю? Никита Сергеевич. Как фамилия его? Михалков. Правильно. Михалков. Да, он его избрал. И он уже вчера публиковал работу свою. Сколько обнаружил предателей. И называет фамилию. Он никого не боится. Он бывает такой, что и матерится, когда я узнал. Но вот фильм был, кажется, 6 называется. Что-то такое вот было. И какой он умный. Мое мнение о нем изменилось. И я стал молиться о нем. Я молюсь о нем. И вот теперь от него никто и матерков не слышит, и ничего. И он очень хороший помощник у Белоусова Андрея Ремовича. Я на практике это все имею. Сегодня. Не вчера. А потом уже с улицы захожу, когда ночью. Дома тогда уже стопоклонную молитву. О всех. О болящих. Кого нету. Кому трудно. Кто-то на операции. Правители какие. Бог полагает это. Я вижу изменения. Я вижу это. Вот сегодня мы. У нас гости приехали. Не гости, а работники. Или, как сказать, помощники. Три брата. И две сестры. И уезжают они в четверг. А у нас мы уезжаем 10 октября. Две недели остается. И в этот четверг батюшка уезжает. Я сказал, давайте быстрее уберем морковь. Смеклу. Капусту. Ну и сегодня почти все убрали. Сейчас они пошли. Я уже там не нужен. И хороший очень урожай всего. Вот как Господь сделает-то. И дал таких помощников. Просто радость одна. А как? Да невозможно было. Ну я-то какой работник-то? Никакой. Все Володя таскает. И вдруг приезжают братья. И какие братья? Вы тут знаете, которые у нас тут бывают. Макаров Михаил. Пахмутов Георги. И Грибанов Иоанн. Как на подбор подбор подобрались. Богатыри. Глубоко верующие. Такие у нас беседы идут. Ну вот так. А вот эта гора сдвигается. Что мы хотели сделать и не верилось. И картошку всю выкопали. И сегодня вот еще у нас тут два дня. Они в четверг вечером уезжают. Мы все подтянем. Не только это, а еще что-то делаем. Спаси Христос за вопрос. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Благодарю. Слава Иисусу Христу. Я знаю эти горы. Горы страшные. У меня знакомая была близко. Она была. Не она, мать ее раскулачена. Она с ними была. И как они бежали в тайгу. Вот когда уже люди попримерли все. И домой-то не отпускают. А у нее две дочери, кажется. И сын трое они были. Ну ей там уже. Она большая была уже. Года шесть. И она 750 километров тайгой шла. Только на людей не выйти. Опять посадят назад. И вот одна из них, Валентина Павловна Канева. Вот. А ее дочка Наташа. Она медицинский институт кончила. Хорошая. Все. А сын, не сын, а зять Наташина той. Дочки-то. Он по горам лазит. Я из-за горы начинаю говорить. И они пошли. Уже их провожают. У меня газета есть. Краевая администрация. Идут они шестой раз. Самая высокая вершина Эверест. Подняться по ней. И другой стороной опустить все. Он никого не слушал. Он так-то хороший, Николай. И назначили. 4 июня возвращаемся домой. И вот уже лет 15, как все возвращаются. И никто не знает, куда они исчезли. Они вморожены в лед. А Наташа вышла второй замуж. Она имела право выйти. А этот по разным спускам. Ну, по реке. И опрокинулась лодкой. Тоже утонул. Тот в горах, а этот на реке. Вот как. Значит, не надо больше замуж выходить. Не надо. Мужики-то, видишь, какие богатыри. Ну, все. Слава Христу. Никого больше нет, отхожу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу за все. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.